всем привет меня зовут Софья и я с большой радостью вас приветствую на своем канале АУКАРА добро пожаловать здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии так привет друзья это Софья я не знаю вышло ли видео про мое вышивание или нет если оно уже вышло то я вам ссылочку просто чуть выше дам в правом верхнем углу вот тут вот штангс а если оно не вышло и давайте вам кратко расскажу что я познакомилась с Кози стич это очень классная фирма пойдите к ним на сайте посмотрите у них есть сайт Инстаграм и ВК и если вы захотите у них что-то заказывать изучайте все вместе потому что у них в разных местах показаны разные примеры работ и как следствие вы можете ну о чем-то просто не догадаться тема вообще делают обложки делают классные разделители конкретно мои по иллюстрациям Джози Льюис да вот дел вот у них также сюда вкладывается трекер проекта проектов сюда можно вписать действующие проекты крестик у меня кастал гадан и angel ornament в будущем я буду писать например если это фетровый набор если ты фетровый набор то конкретно здесь 12 игрушек да раз два три 4 5 6 да ну соответственно каждый раз когда одно вышиваешь там посчитать надо вот эти проценты можно представлять мне нравится то есть я могу здесь писать дату когда я добралась до какой-то цифр по каждому проекту это прикольно мотивирует также у меня здесь блокноте трекер по вышивке думаю что это мне очень поможет при составлении итогового видео заход также тут есть листы действующих проектов например вот кастал горин и сейчас мы с вами заполним все я счастлива пойдет у меня в коробочку с игрушками и встретимся мы с этой игрушкой уже в финальном отчете за 22 год спасибо до встречи пока спасибо софа я покажу что тут есть а то вдруг это видео выйдет до обзора по моей просьбе здесь еще был с обратной стороны здесь как дизайна история только чума я выбрала это дизайна что происходило в моей жизни когда я работал для темпра там я эти две части сейчас заполню на обзор там лично хочу написать очень есть список покупок вот мне участники из-под покорили очень большую сумму подарок в магазине синди и я заказала там материалы на несколько командам на которые я решила заказать я решила заказать без горьяны потому что у меня уже там писал один заказ на доставке и мне хотелось объединить эту доставку чтобы вот это все не ждало горьяну а горьян то купить нужно и сегодня же участница из-под написала что оказывается нашел к вените пришли горьяны и что мне осталось купить вот только две нитки а то их можно и поменять надо посмотреть получше и все я упаковано так так конечно а прошли был 20 или 21 ну короче вот так это все выглядит уверена что какая-нибудь другая вышивальщика может это сделала более творческим все но я пока учусь это буквально мои первые странички проектов дизайнер сделан совместно с надеждой невероятно терпеливый человек вот в общем красота я довольна еще смотрите какие-то классные стикеры дорогие друзья привет меня зовут софья я вас приветствую на канале аукара сегодня шестое февраля воскресенье я как раз домонтировала для вас видео которое касается моего рукодельного дневника выложила потому что было много запросов если вы еще не посмотрели пойдите посмотрите я сейчас ссылочку прикреплю а вообще вообще давайте расскажу как дела я немножко заболела коронавирусом я наверное если вам интересно легче всех это все перенесла могла ухаживать за супругом и сыном но сейчас ждем последствия конечно сама температура 2-3 дня даже если она из 40 это терпимо а вот то что начинается потом это уже другое дело но посмотрим чем это все для нас закончится обернется все что от нас зависит мы делали мы изолировались мы первый раз заболели коронавирусом мы делали прививки ну уже что естественно отбор дальше включается так что посмотрим какой у нас билет и хорошо ли мы подготовились мы старались вот значит теперь давайте про вышивку это я просто в качестве извинения за явно простуженный голос вам рассказала не думаю что я кого-то удивлю этой восхитительной истории а вот вышивкой возможно посмотрите пожалуйста Кастелгардн продвигается в этом феврале я еще пока его не трогала потому что когда я последний раз вот здесь над ним работала я вышила бэком вот это вот все вот эти урны обшила и потом выяснила что я взяла черную нитку вместо темно-коричневой давайте покажу вам вблизи как это все выглядит у нас сегодня есть возможность при дневном свете посмотреть в Питере начало появляться иногда солнце и конечно жизнь начала играть новыми красками если вы любите кадры которые позволяют понять красоту работы оценить ее то сейчас возможно вы сочтете подходящим моментом отлечься от вышивки и пока официально мой самый любимый уголочек это вот этот я прям честно говоря иногда даже во время дня к нему подхожу и на него смотрю вот ну в общем на мой взгляд работа прекрасная изящная я над ней работаю вот всем рекомендую напоминаю что это мандала папильон creations и она вышивается в рамках нашего сп мандала пожалуйста присоединяйтесь к нему с любыми проектами хотя по идее конечно там основная наш дизайнер это мартина выбора лишь это лайн ссылочку на последний наш отчет поисп я вам пришлю здесь комментарии смотрите штинкс так ну а теперь давайте чего ссылочку мы вам предложили смотрите как вот на самом деле вышивка невероятно красиво и нежно я давайте вам покажу я вот правда не помню я затрудняю сказать в итогах января или февраля это варежка должна появиться так фокус 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 ну она хорошо мерцание показывает но фокусировка не алло друг пожалуйста да вот же она вот она это варежка очень красивая ну ладно хорошо значит так ее посмотрите но на самом деле она очень можно было не париться по поводу моего внешнего вида рук если у вас есть вопросы варежка замечательная этот набор буцила рекомендую вам к отшить ее и для того чтобы показать его красоту у нас даже с вами солнышко вышло посмотрите по-моему честно вам скажу просто прелесть о феврале хотела посмотреть видно ли то что я показываю да пришла к поводу что видно вышла вот такой елочный шарик и нарушила здесь инструкцию сборки дело в том что буцила предлагает детали пришивать последовательно от большей к меньшей то есть сначала надо было пришить зеленую потом белую потом красную я подумала ну а чё я буду ведь удобнее пришить все разом да пришить удобнее все разом но по факту получилось не так ровно как если бы я пришивала по инструкции буцилы выводы сделаны ошибка учтена ну это не так важно важно что у меня появилась еще одна игрушечка в этом комплекте он становится все лучше и лучше и я уже начинаю следующее это колокольчик также я закончила всю вышивку daydreams у них есть коллекция needlepoint и вот я сейчас имею возможность вам даже в солнечных лучках ее показать не знаю плюс это или минус работа космическая я ее вам рекомендую вышивать обязательно если вам нравится такой стиль сейчас покажу ближе этот набор я купила на авито давным-давно я рассматривала возможность вообще купить все наборы daydreams ну когда они только выходили да там в начале двухтысячных но потом я решила что то что суждено я куплю потом когда придет время я не буду свой дом захламлять честно говоря по цене по моему если особенно доллар перевести в реальные деньги да по правильному индексу получилось то же самое то есть если бы я тогда купила что я его сейчас купила у перекупщика с учетом инвестиций денег ну как я их инвестировала давайте так это точно так же по деньгам а то может и выгоднее было купить у перекупа то что тебе нравится действительно что могу сказать вообще мне очень интересны такие работы они вышиваются на моно конве и я думаю что на моем канале в будущем обязательно появятся такие дизайны единственное что мне надо разобраться как купить наборы вот я хочу там у одной участницы сп спросить совета потому что там короче чтобы собрать материалы ты должен там знаете типа проще волосы вероники не теряда найти а еще я думала что я очень смешно шучу у нас есть участница в исполнении девчонки все время обращаются за подбором и помощью потому что у нее куча всего есть практически любая нитка которая существует дизайн шаталайн у Тани есть наличие я решила однажды подшутить и у нее спросила ты знаешь вот мне бы надо подобрать волосы ариадные ой нити ариадные волосы Вероники в СХС она мне написала что ты знаешь у меня к сожалению СХС нет я не могу ну подобрать тебе насмешила меня конечно то есть отшутилась она просто моментально и гораздо лучше если вы не знакомы с мифологией то и то и то это сказочные материалы волосы Вероники это по моему созвездия а честно говоря я сама не знаю что это а нити ариадные это путеводная нить эфемерная которая была в мифах так сейчас я что-нибудь не то сказанула ну и ладно в общем мне дизайн очень понравился обязательно планирую его вышивать но впереди меня ждет сборка и сборка здесь для сильных духом нужно взять вот эти нитки вот эти так это я тут в общем золотые да вот такие и ну пришить шарми вот этот который выпал сейчас потеряется это понятно и все это замотать вот в это стекло то есть его надо еще помыть сейчас будет мне вот и все это собрать и я уже вышивала работы в этом в этой коллекции и но одно могу сказать что я сюда все-таки за ничек обязательно положу потому что на мой взгляд а с другой стороны мне кажется что это тоже такой арт-объект интересный может быть так и сделать двустороннюю ну в общем суть в том что золотой ниткой эти пластинки с вложенной ткани между ними вот так перетягиваются и получается готовая работа ее можно прямо на стенку в общем да мне предстоит сборка поэтому я считаю финиш по крестикам и потом у меня еще будет отдельная финиш после оформления также пока мы с вами не виделись я стартовала колокольчик от Буцилы сейчас я вам его покажу ку-ку ку-ку странно куда-то превью убежала ладно бывает ну можно и так показать что колокольчик будет где-то еще красная деталь должна быть ну в общем да начало такое символическое весьма но тем не менее я обозначила процесс также я думаю что ну у меня уже был записан финиш но я это считаю фальт старт просто потому что финиш состоял в том что я бисер пересыпала в органайзер волшебной страны и дошью сначала вот этого ангелочка у меня здесь осталось примерно половина вышивки вот но я думаю что я хочу закончить его сначала закончить дейтримс потом я начну милхилл и я пока морально готовлюсь морально готовлюсь не начинаю морально готовлюсь сильно готовлюсь к начало вот этого проекта я думаю что мне нужно этот голд вышить один в подарок я вышла Эмилии это был парад шаров и этот у меня будет для Миши не знаю зачем им это нужно но в общем такова моя воля а там уже мы разберемся что мы будем с ними делать может действительно подушки сделать ну не знаю мне надо подумать вот я долго выбирала между этим дизайнами рождественской деревенькой и в результате решила что вот это мой вариант так что буду его вышивать и обязательно показывать на канале правда не решила буду ли я вышивать на раме или на пяльцах потому что в принципе дизайн это отдыхалочка 38 на 30 ну то есть он совсем малыш и ну это Дименшис это же не мандалы хотя тут вот немножко фрузелков я их не очень люблю может быть заменю на бисер вот тут на гирлянде фрузелки тут фрузелки мне не очень нравятся вот эти персонажи на переднем плане вот мне на этой картинке все нравится кроме этих персонажей и если бы я могла елку дорисовать так чтобы их тут не было в принципе я была бы довольна и прекрасно себя чувствовала но к сожалению я не обладаю должным художественным талантом поэтому конечно я их вычью ну ладно что делать будет с этими вот так что пока я только отдала схему на перенабор заказала для саги и делаю сейчас ну вот еще даже не делаю собираю сделать разметку и заодно сниму для вас видео по разметке почему я делаю разметку как я делаю разметку и так далее цвета ниток в дизайне не сказать что супер яркие и красочные может тут в хвосте будет лучше видно но но даже не понятно а нет на самом деле понятно смотрите то есть в косичке вот такие цвета и отдельно вот это просто сверху да такая вообще то есть в основном я буду вышивать такими голубыми цветами ну и прекрасно мне это подуспокоить немножко и проект который ждет меня уже очень много лет это вот этот дизайн я его тоже планирую из него сделать подушку на 11 аиде он получается 26 на 26 значит на 14 я взяла 14 для него он будет меньше надо посчитать поэтому я планирую добавить здесь элементов ну то есть расширить чуть-чуть дизайн и сейчас я покажу нитки так извините я это потом вырежу я на самом деле у меня очень много из технических сложностей потому что я начала готовить съемку сравнительную трех станков монстрик можете себе представить 22 21 года выпуска 19 и мой старенький 14 и на самом деле у меня ну прикиньте детали от трех станков несколько рам заправленных вышивок и я только это все подготовила арендовала значит помещение для съемки чтобы это прилично выглядело все не на фоне стены снимать знаете колхозно только я это все подготовила и мы заболели и сейчас я себя удовлетворительно чувствую ну то есть съемку провести я могу но буду говорить немножко в нос ничего страшного но без помощи романа мне не обойтись а он не в порядке но это полбеды но мы же не можем пойти в публичное место да мы ни с кем не будем контактировать потому что это место пустое фактически то есть там только администратор но можно его обойти за десять метров вот но все равно это непорядочно мы же надышим там вдруг кто-то не дай бог что-то на кого-то это повлияет не дай бог короче в общем я ужасно сержусь ну мы сидим в изоляции как и положено как и все конечно же ну ходим гулять мы ходим гулять мы по лестнице и тоже соседей мы тут не встречаем теперь давайте про дизайн ладно пожаловался вам извините так значит дизайн из себя представляет такой я его собираюсь увеличить и я его хочу вышить уже лет пятнадцать это будет без преувеличений наконец-то я заказала с помощью ольги которая помогала мне собирать мандалы но мы с ней не совпали по количеству бисера который она присылает вот поэтому мы работать именно по бисеру вряд ли больше будем вот но тем не менее большое ей спасибо она связалась с южной австралией и мне оттуда вот прислали такой такую шерсть которая дана в ключе вообще у меня был этот журнал в оригинале но из-за большого количества переездов он не сохранился я сюда обязательно добавлю металлика давайте я просто для картинки положу я не уверена что конкретно такой цвет а может быть прямо и этот обязательно добавлю металлик и еще здесь используется 4 цвета анкор перле который тоже уже снят с производства да кстати здесь была нитка темно-синяя deep marine blue которая шерстяная тоже была снята с производства мне прислали вот эту что что-то так мало ну ладно сейчас не буду тревожиться мне кажется на дизайне что этого мало ну ладно посмотрим ну вот и вот перле который они предлагают использовать dark marine blue это анкор перле анкор перле я так поняла то ли снят с производства то ли что но купить я его не могу до сих пор поэтому я возьму просто анкор этих цветов вот так я поступлю и бог с ним уже я вообще перле недолюбливаю если честно поэтому я обойдусь ну в общем как вы можете видеть стежки которые здесь выполняются ну вот смотрите на одной странице здесь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать стежков ну короче в общем я тут далее объясняется как они объединяются в блоке да видите и как из этого получаются да такие отшиты элементы как они выглядят в общем да в целом дизайн выглядит получается вот так схема и я планирую добавить здесь по ряду еще одному да то есть его немножко расширить чтобы сделать из этого всего подушку королевскую подушку мечты которой я мечтала 15 лет вот пришло время ее начать не знаю что я буду начинать первое дименшис или эту подушку но я сейчас закончу вышивку вот этого ангела дооформлю нидру петит поинт и начну наверное подушку а может быть я начну и дименшис я не знаю на самом деле знаете я сейчас что-то подумала я наверное сейчас вот это видео просто за февраль сделаю исключение ну пусть это будет там типа первая неделя февраля я его выложу может быть и запрошу у вас советов потому что я не реально не знаю за что мне взяться мне хочется идти дименшис и подушку я решила в этом году сначала довышивать все проекты которые я хотела вышить давно то есть вот например подушка туда входит вот этот daydreams сейчас я его достану вот этот замечательный daydreams да вот это тоже реализация проекта выше и то что тебе нравится давным-давно вот ну в общем такие дела наверное правда спрошу-ка я у вас совета видела сегодня вдохновилась я у по-моему Алина рукоделия она среди комментариев зрителей выбирает рандомом какой-то это слушайте а давайте так и сделаем все я короче публикую видео у вас три варианта что мне начать дименшис вот эту подушку волшебную с шерстью и золотом это второй вариант первый дименшис второй подушка а третий что-нибудь еще друг а третье саночки милл хилл хоть кто-нибудь на них напишет может быть но это последние санки в серии понимаете почему мне хочется вышить это шестые санки из шести конечно я хочу их вышить все и получается подушка первая это подушка второй дименшис третья санки из милл хилл и пока я их вышиваю решить вышивать я их больше хочу подушку или дименшис и четвертое что-нибудь еще вот все я сейчас закончу запись прям пойду видео монтировать всем привет привет друзья сегодня у нас 6 февраля в петербурге по-настоящему весенний день у нас появилось солнце оно припекает и я сегодня сняла первое видео это зимой для вас в лучах солнца очень воодушевилась и рассматривала разные всякие свои варианты процессов которые я хочу начать и я планировала опубликовать это видео чтобы воля случая приняла решение за меня но потом я решила что точнее не так я потом вспомнила что у меня же челлендж я пытаюсь лучше понимать себя и осознавать себя в этом году ну и вообще в принципе я эту практику серьезно вожу в свою жизнь и я конечно испытываю огромные сложности с выбором вот поэтому в рамках этого упражнения посмотрите какой вид у нас правда мы на закате с вами сегодня встречаемся но тем не менее вот я для вас в лесок зашла тут тропиночка была протоптана кем-то так вот я хотела сказать что конечно решение буду принимать сама потому что я должна все таки прислушиваться к своему сердцу и понимать что я на самом деле хочу в общем такой я сделала вывод и казалось бы такая мелочь как выбор процесса вышивки ну что мне стоит я выберу три подходящих и пускай случай решит но нет я решила все таки научиться принимать выбор свой у меня конечно с этим есть сложности у меня есть такое понятие что я могу все время упустить что-то важное я выберу одно выберу другое выберу третье и мне все время кажется что вот если бы я выбрала первое то было бы лучше вот так хочу этот круг сломать и делать выбор смело решительно исследовать ему так что узнаем куда меня заведут мои истории хотя если честно я заполнила ретроспективно свой дневник за январь по вышивке и рукоделию и я понимаю конечно что большая часть того что появился дневник в моей жизни рукодельной впервые в жизни не просто творческий блокнот где у меня отведено место для творческих проектов а именно дневник того как и чем я занимаюсь я понимаю что это связано с тем что у меня настолько мало времени на это и мне так сильно хочется что я конечно что это связано с тем что у меня очень мало времени на рукоделие и мне хочется прям зафиксировать что она у меня все-таки хоть немножко есть но ничего ничего я себе все время напоминаю о том что далеко во-первых не всем женщинам дано счастье двойного материнства также далеко не всем дана способность это осознать принять получить от этого удовольствие поэтому нужно сконцентрироваться на этом нужно сконцентрироваться на труде а хобби это же всего лишь хобби это приправа к жизни а не смысл жизни так что буду вам показывать такие замечательные виды конечно плюс проживания за городом что я могу гулять без опасения хоть кому-либо навредить хотя сейчас я встретила пару там очень пожилой мужчина упал на снег ну и я думала что он просто подскользнулся с ним что-то случилось но побеседить с его спутницей я поняла что они оба очень сильно выпившие и для меня это был конечно ну не новость что люди злоупотребляют алкоголем и с моей точки зрения это было бы вообще лицемерием вот потому что у меня есть что рассказать в этой сфере и к сожалению это в юности только кажутся прикольными такие истории когда ты вырастаешь ну ничего такого уже классного и романтизация алкоголизма у тебя проходит вот я короче посмотрела на эту пару одеты они супер дорого но это не мешает им валяться в такой весенний снег на снегу и не мочь дойти до дома короче грустно надеюсь что они хотя бы из моего комплекса они на машине приехали я очень надеюсь но я им пожелала удачи поскольку я положительный тест имею на коронавирус то было бы безответственно поднимать их контактировать с ними ну в общем честно говоря не сказать что я сильно готова была оказывать эту помощь этим людям короче да ну вот это был в общем то мой единственный контакт сегодня с людьми я поговорила с расстояния трех метров конечно жизнь за городом в этом плане классная конечно городским жителям гораздо серьезнее приходится изолироваться и страдать нет возможности выйти погулять потому что конечно и подъезды более населенные ну короче да сочувствую сочувствую это конечно сложно ладно пойду пробреду по этой тропинке за горку если там что-нибудь интересное вам покажу и пойду дальше слушать а я сейчас слушаю аудиокнижку путь монаха называется автора я еще не выучила ну не знаю пока очень уж она ну конечно же старается научить правильно жить всех это неплохо это хорошо вот просто это определенный жанр мотивирующий вот этой вот литературы по саморазвитию которому нужно иметь склонность чтобы его воспринимать доброжелательно а не раздражаться на него вот так ну я поднялась на горку я очень надеюсь что завтра я буду чувствовать себя настолько лучше что смогу сюда на лыжах прийти потому что это конечно невероятная красота тут можно на лыжах спускаться очень круто так ну ладно я пойду назад чтобы не топтать лыжню по которой я завтра планирую жарить всем привет дорогие друзья привет сегодня у нас 10 февраля я вас решила пригласить сделать запись в моем вышивальном дневнике и рассказать вам как у меня дела потому что да давайте начнем с того что у меня финиш я вышла вот такого замечательного ангелочка мне его еще нужно оформить но в целом я довольна дизайн прекрасный фрузелков совсем чуть-чуть это вот эти вот красные пуговки и черные глазки я не стала их менять на бисер цвета достаточно насыщенные сделаю яркую подложку у меня уже из этой серии вышита елочка и давайте я заполню вместе с вами спойлер вместе с вами заполню свой вышивальный дневник может быть вам будет это приятно и уютно значит сегодня 10 мы вышивали ангел любви ангел любви это у нас цифра 8 и вчера у нас был еще тоже ангел любви так хорошо давай ангел любви давай поищем твою страничку а собственно и вот так смотрим количество вышивальных дней отменить отменить у меня здесь вот это вот все сердечками смотрим количество вышиваний у нас 17 дата окончания 10-го 02-го 22-го года то есть у нас получился финиш 22-го года да дата оформления потом судьба проекта у него будет одна висит на елке бисера тут нет рузелки 9 бэкстич 801 прямой стежок нет декоративных этих всего этого нет а вот крестиков тут 1604 общее количество крестиков 2013 и максимальное количество крестиков это 1 отлично повышевала понятно так и максимальное 363 ну все сейчас я себе приклею наклеечки для настроения и пойдем с вами дальше так так вот мой еще так ну что на этом еще сюда подходит из того что у меня есть удивленная собачка дракончики зайчик и так и и и и Я выбрала эти рюкзаки, я думала, что они будут в меру не подходить по дизайну, поэтому это терпимо. Так, ну прекрасно, наклеечки приклеены, отправляются у меня в пакетик на оформление, а я выбираю свой вышивальный блокнот, он показывает большие свои новости. Вот такой проект Needlepoint, могу вам показать поближе, его ждет фотосъемка и потом я буду его оформлять. Давайте тоже вам расскажу, он уже наверное в архив переехал у меня, да, все правильно. Вышивала я его 5 дней, то есть очень быстро, учитывая мое количество времени на вышивку, который я могу выделить, это вообще курорт просто. Очень мне понравилось, у нас сейчас очень активно идет обсуждение ВСП дизайнов Энгей Роджерс. Мы решили, что она самый лучший дизайнер в технике вот этой счетных швов, но ее сложно купить, потому что она творит по вдохновению. И пока вдохновения у нее нет или обстоятельства не те, ну в общем пока купить ее дизайн сложно, но мы пока изучаем другие. Также я не очень помню, кажется я показывала, что у меня есть две законченные те игрушки, но поскольку они у меня не убраны в места хранения, я думаю, что они может и не показывают. Давайте покажу еще раз. Следующие у меня на финиш это последние вот эти санки, и сейчас буду снимать видео про разметку, заодно расскажу про разметку. На мелхил тоже она очень нужна. И приняла решение начать вот этот дизайн. Заказала уже перед набор схемы, она уже готова, так что сейчас буду делать разметку на этот дизайн и решать, каким образом буду делать ротацию. Я вас всех обнимаю, желаю вам хорошего вечера сшивального, до новых встреч. Так дорогие друзья, привет! Я только села записывать видео, проснулся мешание, поэтому кратенький, кратенькие новости. Готовлю мелхил, конечно, душераздирающие, не эстетично это все выглядит, но зато удобно. Хотя, честно говоря, в Аукара стенд вот я вставляю без такой натяжки, тоже нормально. Но дома я имею возможность ставить пяльцы, тем более... Я уже не закончу предложение. Тем более в Аукара стенд пяльцы меняются легко. Также я начала процесс, который я хотела начать больше 15 лет, можете себе представить. Я в этом году решила реализовать такой процесс, прогресс, не знаю, регресс. В общем, начинать все те проекты, которые я боялась начинать много лет. И сегодня решила для вас при солнечном свете снять поближе то, что у меня получается. Пока это только первые элементы. Сейчас я вам покажу, что здесь дальше по плану. Да, это будет вот такое панно. Я решила добавить по два элемента с каждой стороны. Правда, я не уверена, что будет достаточно ниток для этого. Ну, посмотрим в процессе. Здесь вышиваются нитки. Здесь в процессе используются нитки, произведенные, прости господи, в Австралии. И столько лет я не могла, в общем-то, его начать, этот процесс, потому что мне было сложно ее бобыть. Нитки у меня добылись. Правда, была одна замена. Правда, была одна замена. Вместо одного темно-синего. Какой-то тут по ключу. Вот, 94-80. Я взяла вот этот 95-60, потому что этот уже сняли с производства. Ну, интересные очень нитки. В каждый моток разное количество шерсти получается. Да, то есть, вот ты покупаешь здесь одинаковое количество явно в 16,7. Но даже видно, что на катушке разное количество нитки получилось. Наматываю я, конечно, одинаково. Ну, то есть, я не скажу, что я вот эту супер притягивала, а вот эту супер вольготно приматывала. Ненормально обычно все. Ну, вот эти вот зеленые и розовые, они поближе друг к другу, а вот эти поближе друг к другу. И вот эта голубая тоже к ним, тоже пухляш. Вот. Ну, правда, я теперь переживаю, хватит ли мне ниток, если я вот здесь добавлю по два цвета. Потому что я хочу, чтобы побольше было дизайн, я хочу подушку из этого сделать. Также здесь по ключу должны были использоваться анкор перле, которые тоже снялись с производства, пока я собиралась. И я уже решила плюнуть и подобрать замены из DMC. И буду вышивать их в три нитки. А может быть, даже сделаю крученый шнурок, типа кординга. Но сейчас я думаю, что вряд ли. Скорее всего, я просто буду брать три ниточки и ими вышивать. Я уверена, что никакого нарушения в внешнем виде дизайна не будет. Вот. Но он будет все равно хорошо выглядеть. В общем, вот такие у меня дела. Такой я вышивать начала проект. Сейчас я его еще раз покажу. Я его вышивать хотела очень давно. Больше 15 лет. У меня такого в загашниках очень много. И я решила в этом году побольше такого начинать, а не новокупленного. Значит, смотрите, здесь используется вот эта шерсть от Каскад Хаос. Используется шерсть от Каскад Хаос. И подробно разбираются этапы выполнения каждого стежка. И они здесь идут по моей любимой геометрии. То есть вот этими ромбиками. Я обожаю ромбики. Для меня это просто самое красивое, что бывает на свете. Это ромбики. И я посмотрю, может быть, я... Ну, поскольку здесь цвета, видите, все идеально друг другу подходят. Я, может быть, изменю рисунок. И буду вот дальше просто разные ромбики вот так делать, расширяющиеся. А может быть, использую и этот дизайн. Потому что здесь очень большая библиотека швов. Это вот сам дизайн. Я сейчас вот тут пока колупаюсь. Ну, сейчас посмотрим. И здесь просто огромное количество в библиотеке швов. И объясняется, как их объединять в квадраты. При желании можно вышивать вот такими всякими квадратами. Компилировать. Здесь есть и схема, и то, что получается в результате. То есть вот здесь идет объяснение этого шва. А здесь то, что получилось. Это, ой, простите, это называется скверсет. И, то есть можно сделать, например, две подушки, да. Как вот тут предлагается. Но также здесь есть очень подробное объяснение элементов, которые используются в этих проектах. Ну, вот для этих скверсетс здесь используются как раз перли. Видите, вот эти номера. Их сняли с производства. Ну, как бы и плевать. Потому что я сейчас с вами, рассматривая, поняла, что вот эта подушка, Geometric Panel, она составлена, собственно, только из дизайнов на первой страничке. Смотрите. Да, и да, вот из этих получается. То есть я весь дизайн, высшую, использую только вот эти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вариантов. И Rolling Stitch. Я это использую. Все. А для следующего проекта, если я захочу сделать парную подушку, я могу уже использовать вот что мне нравится из вот этих швов. И здесь есть примеры, как их собрать в квадраты, какая получается сетка с их использованием. Вот я теперь по-другому поняла. Прикольно. Это на самом деле классно, потому что мне хотелось еще сделать прямоугольную подушку. Может быть, я шерстью вышью вот в таких цветах оригинальный вот этот дизайн. И, может быть, сделаю к нему парную длинную подушку и узкую подушку. А, может быть, и ничего не сделаю, потому что на этом утомлюсь. Ну, посмотрим. Так, что еще я вам должна была показать? А, ну, собственно, и все. Вот. Ладно, я пойду. У меня сын проснулся, и он... Я ему нужна. Ладно. Это большая удача, что у меня есть сын. Всем привет. Привет. Решила вам записать небольшую историю, посмешить вас. Я сейчас... Сегодня первый день, когда после болезни мы переболели полным составом, с детьми, с температурой. Вообще нормально. По-честному переболели ковидом. И первый день сегодня, когда пришла к нам няня, мы получили отрицательные тесты, пригласили ее. И Миша, очень смешно, но он не ходит, не ползает, он на попе так прыгает. И он радостно к ней, ну, мы это называем, побежал, но он прыгал на попе очень высоко. И, в общем, он с криками, няня, няня, пришла. То есть, ну, он, конечно, по-младенчески, это там как-то... Но все равно ты понимаешь, что он кричит, няня, няня, пришла, и поворачивается, и мне показывает. Такая, типа, няня, пришла, няня, пришла, наконец-то! Не то, что я тут с вами, вот это все. Вот. И, ну, я, наконец-то, вернулась к тренировкам. Сейчас вот как раз вышла. И решила расслабиться, зайти в кафе после тренировки, попить кофе. Ну, мне не надо никуда бежать. Сейчас было 15 минут, можно было посидеть, попить кофе. Ну, вот, пока я пила кофе, с одной стороны, за столиком сидел мужчина, который говорил опять что-то про воронки продаж, про движение, про то, что надо выщемить маркет. Ну, в общем, вот это вот все. А с другой стороны, мужчина рассказывал, как он получал визу в Англию по телефону очень громко, и начал арендовать офис. Следующий звонок совершил. Я сижу между ними и думаю, господи, ну, вот я просто расслабилась сейчас просто по полной, выключилась от всех своих задач и проблем. Потому что, конечно, в Петербурге сейчас очень веет дух путешествий сильно, и все как-то почему-то воодушевились. Вот я пытаюсь понять, они воодушевились обоснованно или нет, и надо ли мне что-то с этим делать. Может быть, моя такая жизнь уже заканчивается вот так со снежком. Надо ехать, открывать офис и работать по-нормальному. В общем, отдохнула я 20 секунд. Ну, смешно, конечно. Няне все обрадовались. Не знаю, кто больше, Миша или мы. Миш, Миша, ползи ко мне на ручки. Иди ко мне, мой сынок. О, ты видала, ползи, ползи. Вот как ты у меня ползишь. Быстрее, быстрее, поспеши, попрыгай, побыстрее. Вот какой шарик какой. Прыгай, давай. Бегом, бегом, Миш, потерпись. Очень высоко так может прыгать и быстро. Дорогие друзья, привет. Проблема две. Во-первых, этой подушкой никто не будет пользоваться, потому что я уже так бешусь, что это невозможно. Ну ладно, допустим. И вторая проблема в том, что я вышила вот этот дизайн, и он у меня вышеден тем цветом оказался. Я это делала два дня. И сейчас обнаружила, что вот эту каемку... Ну, это плевать. Самое главное, вот эти элементы, на вышивке которых я два дня потратила, потому что им не красиво ложатся. Надо было использовать этот цвет. Бирюзовый называется он, короче. И я сначала думала плюнуть, но потом я поняла, что вот эти бирюзовые акценты, они получаются только здесь. И потом по периметру четыре таких полноценных. То есть, если здесь делать с голубой, у меня дизайн будет прям совсем голубой превалировать. Будет неприкольно. Короче, я сейчас буду пороть двухдневную работу. Я недовольна. Вообще недовольна. Если честно, я прям деморализована. Но реально будет лучше с таким цветом. Я думаю, красивый такой. Наверное, распарю и пойду спать. Привет, друзья. Решила вам записать видео. Сегодня 15 или 14 февраля. А, точно, сегодня 15. Вчера было 14 февраля. Мы его не отмечали никогда. Но вдруг мне муж цветы в этом году подарил. Я так обрадовалась. Но я хотела-то про другое рассказать. Что сегодня 15 февраля. Уже ощущается весна по полной программе. Тает лед. Лыжи мои трепещут. Так что теперь каждый... Видите, какое солнышко в окошках отражается весеннее. Так что теперь каждый снегопад это подарок для меня покататься на лыжах. А каждый оттепель это повод порадоваться приближению весны. Так что я получится. В любом случае стану счастливее, наверное. Так это надо рассматривать. Пойду кофе попью. Сегодня повышевать не успею. Но извините. Дорогие друзья, привет. Решила снять для вас небольшое включение. Про то, что нету хода без добра. Вчера была просто деморализована тем, что серединку этого дизайна вышила не тем цветом ниток. И пришлось все переделать. Но по факту получилось классно. Потому что, во-первых, я вот эти части вышила гораздо быстрее, чем первый раз. А во-вторых, у меня получились гораздо более аккуратные стежки. Я очень довольна. И вообще, если честно, я что-то как-то так бодро начала шить. У меня сейчас получается вот отшита вот эта часть. То есть это получается сколько? Раз, два, три. Одна девятая фактически. У меня вот сейчас уже будет закончено. То есть, ну, сейчас понятно, что я разберу еще вот эти новые. Но тут я тоже не вижу ничего суперсложного. И все. И потом у меня повторение вот таких квадратов. И я планирую расширить дизайн. Потому что, ну, получается, что у меня тут, грубо говоря, еще вот столько. И все. У меня, конечно, дизайн. Это мало. Я хочу подушечку сделать. Так что я это планирую все раздвинуть. В общем, очень я довольна. Всем советую. Не зря я эту шерсть заказала аж из самой Австралии. Хотя, конечно же, заменить ее можно. И просто хлопковыми нитками вышить. Это тоже будет красиво. Вот. Пока проблемы у меня с оформлением. Ну, буду просто отдавать, наверное, мастеру. Она будет какую-то проклеивать синтепоном или чем-то и шить из этого подушку. Но это вопрос будущего. А пока я просто наслаждаюсь. Посмотрите, как я сейчас стараюсь снять крупный кадр для вас и показать, как на конве ложатся ниточки красивыми такими петельками. Все это волосатая, потому что эта шерсть прям как цветочки, правда, настоящие распускаются. Правда, вот этот темно-синий я решил переделать, потому что он уж совсем измученный. Вот этот что-то махрится совсем темно-синий. Ну, ладно, посмотрим. Короче, вот у меня такие дела. И очень дизайн движется. Ну, сейчас пока нормально все, потому что я вот с этим адом разобралась. Еще я хочу добавить сюда золото. Может быть, бисер какой-то прям золотой взять. Или, может быть, я возьму серебряный. Вот хочется сюда что-то добавить, правда? И вот сюда, например, можно сделать. Можно, вот, может быть, какие-то кристаллы Сваровские с Алиэкспресса фигануть в просветы. Если у вас есть идея, как можно украсить этот дизайн замечательный с шерстью, вы мне напишите, и я буду очень благодарна, потому что у меня... Ну, как-то мне сложно определиться пока. Вот. Ну, короче, такие дела. Очень довольна, что в этом году я последовала совету своего супруга. Он мне пожелал в этом году попробовать то, что я давно хотела. И вот этот дизайн у меня в отложенных уже почти 15 лет лежал, по-моему. Ну, в общем, я рада, что я не забыла об этом своем намерении. И дизайн мне до сих пор нравится. Так что вот, вышиваю с огромным удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok